Как вы думаете, что это такое? Вот это вот. Не похоже на звезду, но тем не менее, вот оно как бы стоит там на одной точке, какой-то как огонек, вот тут сейчас его закроет. Я уже наблюдаю давно за ним. Какой там у нас закат, видите, между домами. У меня сейчас 7 часов вечера. Дождь прошел, прохладно, ветер у моих окна, прям вообще классно. На границе тучи ходят хмуро. Ой, как хорошо, товарищи! Ну, конечно же, на улице прохладно. Люди уже одели куртки, потому что у нас 14 градусов. Но у меня в квартире прекрасно, супер. Я не выходила на улицу. У меня как бы нет необходимости идти куда-то. Продукты у меня все есть. Дела я, в общем-то, сделала. То, что надо. Занимаюсь домашними делами. Ветер какой. Там женщина заметает. Цветы еще цветут у нас. Вы говорили про зеленую травку. Вот этот газон, это специально посаженный. А там трава же она какая. Ее два раза полила, и она уже полезна сразу же. На улице, похоже, идет дождь. Я смотрю, люди с зонтиками ходят. Наверное, мелкие. Мне так не видно, что он идет или нет. Вот. Так что погода меня радует. Конечно, когда вот столько было времени жара, а потом вот такая погода, конечно. А когда будет и день, и второй, и третий, и четвертый, то уже такая погода тоже надоедает. Вот как устроен человек, да? Вот у нас только отключали воду. Опять отключают. Вообще, постоянно с этими тазиками носишься. На улице красота. Но ветер. Я тут вот встала в затяжке специально. Я наконец-то остыла. Очень прям замечательная. Вот для меня лично сейчас вот самая комфортная погода. Вообще, как бы, 22 передают. Алиса, да? Ну, я смотрела на градусники 25. Ну, люди уже прям в куртках, ветровках. А я одела свою чайку. Мне в ней очень замечательно. Иду в магнит. У меня закончился гель для стирки. Только из-за него, можно сказать, пошла. Без остального могла бы и обойтись. Ну, посмотрю. Может, что-то ещё увижу то, что мне нужно. А я думаю, что мне не надо. Вот. В общем, всё супер здорово. Вообще, практически весь магазин перекрыли. Смотреть даже нечего, негде. Всё. В таком виде, что ничего нигде не найдёшь. Да уж, да уж, да уж. Хлеб понесли вот сюда. Я искала, думаю, где же хлеб. Ну, что, дорогие друзья, я пришла. Хотела снять на улице, рассказать, почему я вчера не выходила в эфир. Но там такой ветер, конечно, просто посидеть нормально, а рассказывать, когда шумит, я думаю, неприятно никому. Поэтому решила, думаю, приду уже сюда и расскажу здесь. Я вчера продолжала распускать свои начатые изделия, которые я уже не буду вязать. Может, вы помните, у меня такой красно-белый палантин я начинала вязать. Я его распустила. Распустила полностью юбку. Всё это, вот то, что кудло это, как вы назвали, кудло. Я его тоже полностью всё распутала. В общем, как вы поняли, сегодня вязальных новостей не будет, потому что, собственно, мне даже показать нечего, из-за того, что я всю эту неделю занималась тем, что вязала носки. Максику жилетку. Ну и наводила порядок в своих клубочках-моточках, которые остаточки и всё остальное. Я практически уже всё разобрала. У меня остался один ящик. Вот. Ну, я думаю, что я его сегодня доразбираю. Столько у меня, оказывается, маленьких, там всяких разных. Это просто финиш. Сколько у меня было связанных вещей. Я вчера сидела и думаю, боже мой, сколько я всего понавязала, что вот столько у меня остатков. Вы же видите, что я, допустим, каждый моточек беру, да, в руки. И я знаю, что я вязала, какую вещь этой пряжею. И такая прям ностальгия у меня. Ну и вчера, значит, как бы, решила, думаю, сейчас это вот я отвлекусь опять на видео. Мало того, что нужно вот это каждый раз что-то выбрать момент, чтобы снять, вам показать. Так это же потом нужно его отредактировать, смонтировать, выставить. Это 2-3 часа отнимает. А я за эти 2-3 часа много чего сделала. И поэтому решила не откладывать на завтрак, как говорится. И, в общем-то, я вчера в 12-м часу только последний штрих, как говорится, сделала. Вот. И, видимо, немножко переутомилась, потому что и наклонялась. Ну, в общем, тот, кто этими делами занимается, тот знает. Ну, и как бы рука у меня сегодня болит, как будто я упражнениями занималась, потому что я мотала. Ещё планирую сегодня перемотать на моталке всё то, что вот большие, ну, допустим, как юбка, да? Спасибо, Маргарита. Единственное, поделилась я в комментариях мнением о... Сандра или Кассандра, это пряжа. Кассандра, по-моему, да? Вот. Я её отпарю и куда-то применю, потому что, во-первых, стопроцентная шерсть, я посмотрела, она дорогая сейчас. Ну, вот. И носки, конечно, я с неё вязать не буду, потому что я могу связать нормальное изделие. Там, 500 грамм, в принципе, хватит. Я думаю, даже Максику я свяжу образец, постираю и посмотрю, что надо. Она вообще, шерсть-ластер, она, по идее, не колючая. На улице, как я говорила, люди уже ходят, кто в куртках, кто в ветровках, кто вообще в футболках с коротким рукавом. А вот я в своей пошла, я вот, как бы, всё нормально. Вот прямо мне не холодно, не жарко было, вот отлично. Единственное, что я по привычке в шлёпки впрыгнула и пошла. И дискомфорт ощущала от того, что люди то в кроссовках, то в туфлях уже, а я в шлёпках иду. Ну, ничего страшного. Я недалеко ходила. Но дискомфорт не от того, что мне холодно там было или ещё что-то, а из-за того, что, в общем, обутани по сезону, скажем так. Вот. В магните делается что-то невообразимое. Бедные эти продавцы. Я подошла там, где кулинарию продают. Ой, у меня почему-то болит поясница. То ли я вчера натрудилась, ящики эти таскала, то ли ещё что-то. Чё-то утром встала, у меня поболевает поясница, не знаю. Так вот, я что-то прикупилась немножко, покажу вам. Значит, ну, как всегда, купила молочка. Здесь полтора литра, 87 рублей со скидкой 2,5%. На кашу я покупаю такую. В этот, в кофе я добавляю молочко, 3,2 беру. А в кашу беру такую. Ну, как всегда, ну, стандартный набор сметана, молоко. Когда я иду, я покупаю. Сметанка у меня тоже уход идёт. Я её добавляю в супы, в борщи. Опять купила вот такой батончик. На завтрак так хорошо. Возможно, приедут скоро мои дети. Ещё пока не знаю. Не точная информация, но может быть. Вот. Сегодня собиралась Наташе поехать. Но не поехала. Потому что, как бы, ну, у неё свои дела образовались там. Хотя она мне говорила ей, давай сегодня приедь. А потом мы созвонились. И она говорит, внучка должны привезти. Ну, и она там свои дела наметила. Говорю, ой, Наташа, мне даже и лучше. Я хоть доделаю дела. Уже, чтобы у меня головной боли не было. Такой вот журнал дали. Я этот журнал беру только из-за того, что здесь вот в конце можно с вот этим купоном покупать по скидкам кое-что. Но я, если честно, ни разу не брала. Хотя каждый раз думаю, что надо взять. Так. Купила вот такие итальянские серии. Итальянская серия чего-то. Паста написана. Ну, рожки. Захотелось мне рожек. Я сейчас прям отварю. У меня ещё осталось две сардельки. Надо их сварить. Вот. И к сарделькам я ещё купила два вот таких по-корейски у нас. Это называется цветная капуста. Очень вкусно они делают. Ну, и фасоль моя любимая. Очень обожаю тоже, как они делают. Вот. Что ещё тут купила? Купила Максику вот такую кружечку. О том, как ко мне приезжает, а бедному ребёнку не с чего пить. С этих чашек ему неудобно. Ну, теперь вот будет вот такая круженция. Ещё купила тоже Максику вот такую тарелочку Манюсичку. Потому что тарелки у меня есть, но они такие на полную порцию. И тоже не совсем удобно Диму кушать. Всё для Максика. Всё для Максика. Я жду, не дождусь, когда же он приедет. Так я соскучилась. Хоть мы приехали. Вот такие две тарелочки. Я покупала уже беленькие. И две тарелочки купила чёрненькие. У меня получается почему-то по четыре тарелки. Аминат вот прислала. Ну, вот то, что она мне прислала. Это тоже та же самая фирма. Вот такая. Я покупала в светофоре две таких. А это я купила в магните по 59 рублей. В комплект. Белым, две чёрненькие. Так, что я ещё купила? Ну, собственно говоря, купила стиральный порошок. За которым не стиральный порошок, а этот гель. Вы знаете, что хочу сказать? На, ну, как бы, фаберликом я пользовалась. Да? Ну, мне кажется, у меня даже аллергия на фаберлик. Потому что вот как начала пользоваться лоском, другое у меня самочувствие стало. Или это я себе уже в голову вдолбила. Или я не знаю. Может быть, на самом деле. Но мне вообще лоск нравится. Вы знаете, очень хорошо отстирывает всё. Особенно эти полотенца кухонные. Вы не представляете, какие они белые становятся. Я совершенно случайно это увидела. Прямо у меня одно полотенчико было. Там на нём какое-то пятно, которое я не могла даже в отбеливателе отстирать. А лоск его отстирал. Можете себе представить? Я была удивлена. Так, что ещё я тут взяла? Купила рыбки. Скидка на рыбу. Я в прошлый раз говорила, что я хотела пойти купить рыбу. И рыба была почти 1400. Ну, 1399. А сегодня она по 999. И я купила, думаю, с тем расчётом, что, может, детки приедут сделать праздничный стол. И не то, что праздничный стол, праздничный ужин. Ну, и вообще положу. Пускай она есть не просит. И по такой цене очень редко в последнее время она была. Конечно, я могла бы без неё обойтись. Ну, Путин же 10 тысяч дал. Я ж обычно либо с пенсии, либо с зарплаты ютубовской покупала рыбку вот такую. А это вот уже, я не знаю, когда последний раз я брала. Очень давно я покупала. Ну, потому что очень дорого. Жалко деньги тратить. Так, что тут ещё у меня? Ну, в общем, ещё вот у меня остался вот такой хлебушек. Я, ну, как бы показала, говорю, купила на пробу. И мне подписчица с Волгодонска, ну, с моего города, написала, что она только такой хлеб кушает, и у неё нет. И сжоги, вы знаете, тоже. Вот хоть бы не сглазить. А то, как я скажу, так обязательно и начинается. Вот. И да, действительно, от неё у меня изжоги нету. Вот. Я довязала оба носочка. Вот эти мои радушные, как вы их назвали. И у меня в планах начать ещё одни. Меня что-то протянуло на носки вообще. Прям я не знаю, мне очень, ну, пока есть желание вязать. Немножко ещё повязала неончика. Ну, вы знаете, уже вот сезон, как говорится, закончился летний, да. И уже у меня глаза смотрят на зимние изделия. На мою коралловую эту тёплую, ну, свитер тёплый, который из пряжи Ирина Семёновской. И, ну, не помню название, в голове кручу-кручу и не могу вспомнить. Я вчера постирала розовый жемчуг, до этого не стирала. Это ж Наташа мне говорит, что 6-го числа опять отключает воду. Я думаю, надо постирать. Не потому, что потом стирать нельзя будет, потому что холодная вода-то всё равно будет. Ну, просто постирала огненную, постирала эту, эту свою морской прибой. Вы знаете, у меня столько уже вязаных вещей, что я иногда путаюсь в названиях. Вы меня, конечно, извините. Да, вы там поправляете меня. Спасибо вам за это. Конструктивную критику я приемлю. Да, вот у меня такое есть, что я иногда даже уже путаюсь в названиях. Вот. Так что, такие вот у меня, собственно говоря, новости. Сейчас сварю себе обедать. Время сейчас 2 часа ровно. Я сегодня рано встала, в 7-м часу. Хотя я вчера и поздно легла. Но с утра уже прям, я не знаю, мне, наверное, хватило 6 часов поспать. Ну, чуть больше 6-ти. Потому что прохладно. Меня ничего не беспокоит, не жарко, ничего. Я вчера укрывалась простынью и даже под утро подмерзла. А сегодня взяла под одеяльник. И под одеяльником укрывалось самое то, что называется. У меня открытые окна, все равно, Настя. Я говорю же, хоть остыла. Ну, вот, красота такая вообще. Все познается в сравнении, да. Вот говорят же, что все познается в сравнении. И надо вот так пожариться, чтобы потом радоваться. Вот сейчас у нас наступит комфортная погода. Где-то там 24-25, я смотрела, 27 будет у нас. Ну, скажем так, наверное, бабье лето начнется. А может быть и это осень такая теплая будет, не знаю. Вот, так что сейчас пообедаю, выставлю это видео, потому что вы ждете, мне пишете, там уже писали. Я говорю, если я, ну, как сказать, пропадаю, у меня получается спонтанно. Заранее я сказать не могу, возьму я выходной или нет. Вот вчера вот такая ситуация приключилась, поэтому я решила взять выходной. Вот. А вы просто знаете, что если там я заболею или еще что-то, я обязательно вам, конечно же, об этом сообщу. А если я просто вот так вот взяла денек, это значит отдохнуть. Я там день-два в месяц беру их. Знаете, если бы кто-то был у меня на сменку, ну, как в некоторых семьях, там муж помогает, там кому-то сын, кому-то еще кто-то, может быть, у меня бы и каждый день что-то выходило. Так как я все делаю одна, у меня не получается. Не получается. Да не то, что не получается. Выходные нужно делать, согласитесь со мной. Потому что я тоже живой человек, и иногда просто хочется отдохнуть от всего. От всего. Я вчера начала смотреть фильм по второму кругу «Остров ненужных людей». Я его когда-то давно смотрела, и я вот смотрю, я его как бы помню, но уже где-то чего-то постерлось в памяти. Но даже по второму кругу мне его интересно смотреть. А сегодня мне на почту пришло извещение, оповещение, ну, письмо, что я же пользуюсь Яндекс.Такси, и у меня там есть баллы. И что так как я являюсь потребителем или как клиентом, как это сказать, ну, тем человеком, который пользуется услугами Яндекса, мне предложение, значит, от Яндекс Плюс, а нет, подписаться на Яндекс Плюс за рубль. А там, значит, есть, там смотреть бесплатно три месяца музыку, кинопоиск есть такой этот, где много фильмов и так далее, и так далее. И так как заблокировали мою программу, через которую я смотрела мое приложение, мне, конечно, дискомфортно сейчас, потому что я уже привыкла. Ну, тем не менее, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает. Я турецкие фильмы говорила, что уже теперь смотрю на компьютере, а там всякие другие сериалы. И получается, что я прихожу сюда, тут около компьютера что-то вижу и смотрю там, если девочек нет, у кого посмотреть. И туда, там тоже самое смотрю. И этот, на широком экране тоже видео девочек, а если нечего смотреть, значит, включаю какой-то фильм или сериал. очень много интересных фильмов посмотрела. Прям поностальгировала. Много таких и комедийных. Вот за вот эти три дня что-то как-то меня прорвало на фильмы разные и наши, и не наши. Вот, ладно, друзья мои, пошла я обедать, а то кушать хочу. Я утром кофе попила с бутербродом, а сейчас уже два часа. Больше ничего. Как моя мама говорила, маковой росинки во рту не было. Я, как всегда, в конце видео желаю всем добра, хорошего настроения. Если вы вязали лёгких петелек, здоровье, самое главное здоровье. И заговорила за здоровье, вы у меня спрашиваете, как мой там пальчик. Получше пальчик. Ну, не может сразу вот такое зажить, потому что, я ещё раз говорю, оторвала кожу от смяса. Вот, конечно, пока не заживёт, будет болеть. А так, в целом, я хожу, ну, как, не то, что прямо уж полноценно хожу. Чуть-чуть прихрамываю, потому что всё-таки в обуви мне ходить больновато. Так, когда сижу, там, лежу, или ещё что-то, он меня не беспокоит. А когда хожу, конечно, больновато. Ну, ничего. Бывало и хуже. Не дай бог, чтобы было ещё. В общем, дорогие друзья, я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина. До новых встреч, до новых встреч, до новых встреч.